поэтому я обращаюсь вот вячеслав и к тебе и ко всем как можно больше чтобы узнали народа хорошо я попробую своей стороны придумать постараюсь уж лучше грешным быть чем грешным слыть напрасленно страшнее обречение и гибнет радость коль ее судить должно не наш а чужое мнение как может взгляд чужих порочный глаз щадить во мне игру горячей крови пусть грешен я но не грешнее вас мои шпионы мастера злословия я это я а вы грехи мои по своему уравняете примеру но может быть я прям а у судьи не право в руках кривая мера и видит он в любом из ближних ложь поскольку ближний на него похож здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами число котляров харькове 14 часов 34 минуты семнадцатая ноль шестое семнадцатый год всем здравия меня зовут владимир город саратов здравия владимир а спасибо спасибо вам всем здравия я вообще-то хотел узнать что уже практически это все достало мне 49 кеда вот и сейчас где-то какие-то искать скажем правда не правда там вот так что-то куда-то там кто-то украл но это поздняк я не считаю что это главного и и многое можно было бы знаете как ребят я не мастер художественного слова сразу предупреждаю да вот это у меня сестра этим владеет ну я человек технически тем более там мужчины я просто скажу давайте откровенно я могу на болевшему прямо скажу то что есть на душе и изложу там судить и катить в общем я как бы отнесся знаете как вот то что к вырубке леса забайкали да там ну понятно там сдают там на территории ну да что такое ну хреново там все очень хреново воруют везде да ну блин там это сюда и золото продали там до хрен бы с ним там ну даже уже третий вопрос ну ребят вот когда меня вообще даже переполнил час терпеть терпения вообще не то что там терпение этому выходил там где-то и митинговал и не один год но когда я проезжал буквально позавчера это дня два назад саратова-балашов еще раз повторюсь трасса номер я не помню саратов-балашов не доезжая до города балашова буквально 40 километров первую супруги говорю святачу березы желтые а вот здесь красные там опять они меняются как то все она не знаю а буквально перед этим я даже смотрел эфир все то что там на ухопернске превышение в фосфору в тысячу шестьсот раз в водозаборе это там то есть то что они сделали я сейчас связал женщина лилею зовут кишкова вот она мне сейчас просто не работает там микрофон я но хотел на бокс не хотел пригласить и чтобы она не голословные мои слова были они и так не голословные здесь все на виду здесь не надо там никуда не смысл какой-то врать когда я буквально вот здесь нахожусь где-то может быть в семидесять километров от того как я прорежал то есть я предполагаю предполагаю ну на самом деле это на ваше суждение я еще раз говорю я не мастер художественного слова но предполагаю что опыление здесь исключено то есть если опылили бы они все березы загнулись ну или не загнулись не загнулись там пожелтели там что-то как было бы там вот но окрасить листву желтый и красный цвет опять-таки не все окрасились окрасились только где-то процентов семьдесят из-за всех остальные пока ну где-то вот может быть жила другая может быть что-то а что произошло я вот для тех кто еще не слушал не слышал не только по словам Лилия Шкова потом я еще и смотрел там другие видео что произошло пробурили пробную скважину на глубину там что-то около двух километров ну то есть там на этой глубине решили там ну исследовать что там будет дальше к че и как там не знаю их намерений что произошло тут там пошел фонтан воды соленый соленая вода струи на 10 метров ее с горем пополам заглушили потому что ну разлив соленой воды ну то есть они есть хорошо то есть все рядом будет затоплено соленая не каждая растительность это выдержит вот и я так подозреваю естественно не заглушили где ее разрыли а именно где-то сверху заглушили чтобы она туда не шла вот эта вода пошла вот этот напор воды пошел куда естественно во все жилы где это вода водоносные жилы везде где мы воду берем то есть там на глубине там двухсот метров на глубине там я не знаю там сколько там а там содержится мышьяк там содержится ура я уже не говорю про фосфор если они в тысячу шесток раз уже сказали что у них показал вот это экспертиз вот здесь смысл какой всего вот сейчас я вот то что говорю разрабатывают они рудник хотят там пустите ну вообще это еще только они только начало только они пробную сделали и то что от нас сейчас находится около ста километров вот сейчас уже березы пожелтели покраснели что будет дальше я не думаю что это вот если вы так посмотрите на Вахоперск Брисоглебск там воруешь там это не так это все далеко там Балашов здесь вот где говорил вы посмотрите территориально как это вообще выглядит то есть в радиусе 800 километров вот а возможно и больше не будет ничего живого а это центр черноземья вот во-первых знаете как я к этому вопросу не это не вопрос это даже ну как бы вам обозначить это не человечий рог дел не человечих это не человечий рог дел не человечих это я не знаю что это за ну такой это что за чья это деятельность но это не для людей если вот я даже представил если даже Гитлер в 41 там году хотел бы ну конечно там центр Черноземья ну завладел конечно что плохо что здесь там рабы там все плодородная земля ему вот это все не то что губить зачем губить я понимаю там вот где-то вернее тоже не понимаю но там еще можно восстановить в Сибири когда вырубают леса и когда китайцы на этом месте я не знаю что-нибудь там поля там вырубают на этом месте понятно после этого там ничего не растет несколько лет но верхний слой почвы может восстановиться но когда вот в таком масштабе это делается это радиус 800 километров ну как это можно там вообще как это можно без башки вообще к этому подходить у меня вообще как бы это с людским ничего в параллель не идет это не людское это бесчеловечность я не люблю сам громких слов но других я подобрать просто не могу еще раз это Вячеслав я написал как бы так я и сейчас до сих пор я нахожусь в таком же состоянии дух что я не могу смириться помогите ребят я не знаю даже как может быть другие страны наши кто-то чего-то ребят кто меня слышит помогите убрать нашего вот этого мудака Путина бога ради ну потому как ну нельзя ну так нельзя относиться здесь понимаете центр черноземья 6 процентов земли находится всего чернозема на такого чернозема на территории вообще ну российской федерации да и большая часть здесь вот вообще поймите какой смысл даже если даже была бы там бог с ней я допускаю что все воруют можно там незаконным способом воровать там как-то но есть еще даже норильский дикий там еще не закончилось там его дохренищище ну бога ради там открытый рудник там еще все там заморожено я имею ввиду что средняя годовая температура минус 8 так здесь что она даже роза ветров может донести и до Байкала и дальше вот вот в этом только задуматься здесь вообще ну беспредел полнейший ребят ну просто напросто гуглить если вы мне не верите я не собираюсь там свое что-то навязывать но то что сейчас вот я увидел это вообще это ну никак никуда спасибо какие мнения представим ферма кроликов находится на территории большого города из миллиона человек и вот заходит хозяин фермы один он заходит и там издевается над кроликами но кроликам вдруг в голову сбрело они взяли и загрызли этого фермера так миллион миллион других фермеров придут у братья Путина Шмутина Дурутина на его место придет другой и будет то же самое делать причем во-первых он Путин ничего не решает как может быть что-то решать я не знаю это ну кусок нитки что он может решать это значит получается из миллионов людей делают идиотов то есть Турадор держит тряпку красную написал на ней Путин а миллионы баранов смотрят на красную тряпку и злятся на красную тряпку то есть миллионы получается не в состоянии понять что эту тряпку держит совсем другой какие претензии к красной тряпке он выкинет другую Турадор возьмет другую и бычье всего мира будет также на следующую реагировать а помочь ну это уже отдельная тема надо думать пока что на сегодняшний момент вот эта власть антинародная она боится огласки вот поэтому я обращаюсь вот Вячеслав и к тебе и ко всем вот как можно больше чтобы узнали народа хорошо хорошо я попробую своей стороны что-нибудь придумать постараюсь придумаю что-нибудь а